Добрый вечер, уважаемые друзья! Хочу сразу сказать, что я очень устал от своих монологов. В течение многих лет, вот в режиме монолога, я 10 лет был доцентом на кафедре повышения квалификации наркологии первого меда. И это так муторно было. В конце концов, меня, конечно, оттуда выперли за вольнодумство. Но, тем не менее, вот эти монологи, они меня сильно утомили в какой-то момент времени. Поэтому, если вы устанете от моего сегодняшнего монолога, я буду рад, если вы будете меня перебивать, задавать вопросы. Я буду вас перебивать, затеяться дискуссия. И я хотел бы начать с того, что, я так понимаю, что часть этой аудитории здесь сидит, потому что прочитала интервью со мной на сайте спеццентра. Нет? Ну, какая-то часть. А мне было интересно, как обычно, кстати, читать комментарии. Вот я что-то там наговорил, а у людей разные мысли по этому поводу. Как раз та самая дискуссия. Заочная, но, тем не менее, дискуссия. И вот в этот раз мне был интересен комментарий для тех, кто не читал. Я там упоминал, что, может быть, человек, страдающий алкоголизмом, вполне социализированным, вполне реализованным. И в качестве примера привел нашего бывшего президента. Ну, трудно сомневаться, что он был социализирован. Но при этом я врач. И я понимаю, что он страдал алкогольной болезнью. Там была симптоматика, но ее все наблюдали. Где-то врачом не надо быть, чтобы это было понятно. Тем не менее, вот в этих комментариях было написано следующее. Сначала был сформулирован вопрос. А ты с ним водку пил? Почему ты так думаешь? А второй – ты жертва пропаганды. Ну, во-первых, для врача-нарколога совершенно необязательно с пациентом пить водку, чтобы поставить диагноз. Это, по-моему, очевидная такая мысль. А вот насчет пропаганды. На самом деле, все, что сопрягается с темой зависимости, очень сильно сопрягается с темой пропаганды, штампов. Тех формул, которые забиты в нашу башку. Ну, прежде всего, нашим родителям, безусловно. Я сейчас имею в виду ваших. Потому что я здесь выступаю как раз в виде родителей. Вот мой сын тут напротив меня сидит. Он не даст соврать, что он мой сын. Ну, потом с ним поговорите об этом. Вот. И те штампы, которые были, они всегда предполагали, что алкоголизм – это негодяйство. Алкоголик – это плохой человек. Он валяется в канаве, и он бьет свою жену. И после этого делается вывод, что для того, чтобы решить проблему семейного насилия, надо лечить алкоголиков. Мы будем лечить алкоголиков и решим проблему семейного насилия. И это как раз демонстрация той стигмы, которая есть в отношении моих пациентов в общественном сознании. И это большая проблема на самом деле. Ну, так случилось, что я достаточно много занимался темой семейного насилия. И я хорошо понимаю, что дело не в алкоголизме. Алкоголик может быть хороший человек, плохой, социализированный, несоциализированный. А бить может человек, который не употребляет алкоголь. Вполне себе трезвенник. И у него по этому поводу фрустрация, и он бьет. И так бывает иногда с нашими пациентами, которые кодируются. Вот он закодировался, вся грязь, которая у него там в душе, вся мерзость, которая у него есть, она поднимается, потому что алкоголь для него был светом в окне, счастьем. Он ради этого жил, чтобы пить. И пил, чтобы жить. И тут у него отняли счастье, солнце. Оно выключилось в его мире. И понятно, что в этом темном черном мире, кроме грязи душевной, которую он накопил за свои годы, ничего не осталось. И вот это все поднимается, и он начинает насиловать своих близких. Потом прибегает эта жена. Он негодяй, он меня бьет. Он еще и импотентом стал. До этого как-то все это случалось, а тут вообще ничего. Раскодируйте. Ну вот, слава богу, я кодированием... Нет, ну, буду честен с аудиторией, к тому же сын не даст соврать. Нет, ты просто знаешь мою судьбу. Так бы я немножко здесь поднаврал бы, а тут ничего не получится. Короче, я ездил к Александру Романовичу Довженко в конце 90-х годов. В конце 80-х годов. 89-90-й. Я лично был с ним знаком, с Александром Романовичем. Ну, понятно, я молодой психиатр, в поиске нахожусь. А тут вот такая фишка, кодирование, да и поездка хорошая, Феодосия, кстати, 3 летних месяца. Командировка такая. Ну, было грех не поехать. Ну, здесь маленькая накладка произошла. У него как раз случился апоплексический удар, и он перестал разговаривать. Но сцена была замечательная, вот прекрасная. Все это было в Феодосийском дворце, там на Бзгорке, если кто был в Феодосии. Очень красивый дворец, фантастический, с зимним садом. И его отдали под центр Довженко. И вот огромный зал, причем это выборка. То есть все работало на принципе выборки. Люди с установкой, с внутренним желанием изменить что-то в своем мире. А тут им говорят, вы туда поедете, и все у вас поменяется. Но для этого ты должен получить путевку, два месяца не пить, то есть пройти все эти круги ада трезвенческие, доказать, что ты вообще-то, на самом деле, ты уже бросил. В этот момент достаточно просто плюнуть в нос. Но он приезжает туда, и вот огромный зал, входит этот очень большой человек, и к этому моменту абсолютно был челивый, поскольку он уже не разговаривал. А основное действие вел на тот момент еще дворник, а потом уже директор этого центра, который женился на сестре Довженко. Ему он захватил вылазь потом. Но вот в этой сцене он, тем не менее, принимал активное участие. Он бросался в ноги к Довженко, целовал его ноги, целовал его обувь, что-то там кричал истерично, зал заводился. Все вставали потом в таком надрыве, в эмоциях, в позитивных очень. А мой близкий друг, он остался, кстати, моим другом, Саша Гонтовой, есть центр, можете посмотреть, который, собственно, продолжает заниматься кодированием, потому что ничего другого не может и зарабатывает на этом хорошие деньги до сих пор, как ни странно. Он потом уже каждому персонально в глотку заливал хлоретил, и это называлось кодирование. Так что у меня был такой опыт, я все это увидел, эту сцену, она меня шокировала, и я понял, что я этим заниматься не буду, и что мне это неинтересно. И я был прав, потом я наблюдал этих пациентов, о которых я вам рассказал. Нельзя обманывать. В нашей специальности нельзя обманывать пациентов. Как только ты начинаешь обманывать пациентов, ты провоцируешь то, что он начинает обманывать сам себя. Вопрос честности. Он абсолютно концептуальный и очень сложный, на самом деле, в моей профессии. И тем не менее, возвращаясь к теме насилия, то есть нельзя ставить знак равенства между алкоголик и плохой человек, наркоман и насильник. Это разные состояния. И человек с пьяном может бить свою жену, а может быть трезвым в этот момент, и даже не после кодирования, потому что он просто негодяй. И поэтому очень важно вот эти ярлыки, которые исторически навешаны на моих пациентов, рассматривать как ярлыки, как стигму, который является пороком. И отправным пороком, который формирует в конечном итоге всю систему отношений. И когда я занимаюсь профессионально организацией наркологической помощи, а кроме того, что я там был доцентом, я был главным детским наркологом города 10 лет, и так далее, я все время был главным врачом наркологического и до сих пор им остаюсь. Уже 30 лет. Столько не живут, а я все главный врач. И тем не менее, так случилось в моей судьбе вот 30 лет. И вот занимаясь 30 лет организацией, а главный врач, это на самом деле не врач, это администратор. И я был все время администратором. И будучи администратором, я достаточно быстро понял, что или мы создадим определенную среду, в которой человек будет видеть новые смыслы, новые ценности, новые краски в этой жизни. Я за него эту среду не создам. Я ему ничего не расскажу. Я ему ничего не докажу. Я могу попытаться им манипулировать. Ну, если я гениальный психоаналитик, да? Ну, во-первых, я не психоаналитик. С гениальностью тоже проблемы какие-то. В общем, не беру на себя такой труд. Значит, единственный способ это создать среду. И, собственно, тогда, в 89-м году, после того, как я вернулся, наверное, от Довженко, сейчас уже не помню нюансы, я первый раз познакомился с американским анонимным алкоголиком. 17-я больница наркологическая, как и вся наркология, была продуктом промышленной наркологии. Откуда она вообще у нас появилась в нашей стране? Потому что на заводах не хватало рабочих, на грязных рабочих местах, где ничего не платят, и где надо усиленно гайки крутить. А таких заводов в Москве было два – ЗИЛ и Москвич. И, собственно, две больницы наркологические, которые сформировались 17-е и 19-е, это общежития. Общежитие ЗИЛа и Москвича. Они отдали общежитие, и туда стали заселяться алкоголики, которые потом выгонялись на рабочие места на эти заводы. А до того, как я стал главным врачом, я работал в этой 17-й больнице в элитном отделении, которое обслуживало токарный цех завода ЗИЛ. Вы сейчас не оцените. А это была элита. Я шел в приемный покой и отбирал лучших. Ну, понятно. Основная задача была, чтобы они на следующий день не ушли на работу. И, собственно, все, что выяснялось на утренней конференции, почему Сидоров не вышел на работу. Там токарный цех простаивает. Его станок уже, понимаешь ли, простаивает. А он не вышел на работу. Сволочь. А у него белая горячка. А у меня еще было отделение непростое. У меня была палата интенсивной терапии, где периодически кто-то сходил с ума и чертика увидел. Ну, трудно отправить на завод ЗИЛ, на токарную работу человека, у которого галлюцинос алкогольный. То есть, вот такая этическая проблема передо мной всегда стояла. Ну, вот я ее как-то там решал. И вот появились эти самые алкоголики анонимные. Сначала этот дядечка, такой, как сейчас помню, такой плюгавый-плюгавый. По-русски неговорящий. В отличие от моего сына, я не говорю на других языках. Это он говорит на многих языках, а я нет. Чего? Ты. Говорю на других языках. А. Нет, ну это уже про секту какую-то. Я и что, говорение на языках, это про что-то другое. Это про другое. Мы можем тоже поговорить, но это другая тема. Да, так вот, общение с ним было трудное, но от него шла какая-то позитивная аура. Вот он такой плюгавый, по-русски неговорящий. Какая-то позитивная аура, фантастическая, которую сначала я принял за сектантскую. От сектантов такое происходит. И вы знаете, что группа самой помощи, подозревая в том, что они сектанты, а я вам сразу расскажу смешную историю. Сейчас кардинально изменилась ситуация с московской наркологией. И не без моего участия, признаюсь в этом, мы организовали приказ, по которому все врачи, абсолютно все, обязаны рекомендовать хождение в группы самой помощи. И это даже определенным образом оформляется. Мы договорились с группами и раненых наркоманов, и алкоголиков, что если приходит человек с направлением из диспансера, то там могут поставить печатку, что он туда дошел. Но кто-то из моих коллег он стал перегибать с этим делом. В результате такого императивного наезда на пациента, которого отправили в эту группу, не поговорив с ним, мы получили жалобу. Вчера я участвовал в разборе ее, он пожаловался в администрацию президента, что наркология отправляет пациентов в секты. Так что тема секты в контексте групп самой помощи, она актуальна, она не преодолена в нашем обществе. С этим надо еще что-то делать. При этом вторая анекнотическая тема, связанная с администрацией президента. Позапрошлым году анонимные алкоголики мне прислали письмо, где было написано от имени администрации президента, что если у вас есть проблемы, вы можете пойти в группу анонимных алкоголиков администрации президента. То есть с этой точки зрения все хорошо, это не секты. Если у вас есть проблемы, идите туда, не бойтесь ничего. Тем не менее, формирование среды, среды, где человек обрел бы новое я, и там не было бы насилия. Почему я стал об этом говорить в отношении этого человека, и вообще, это главная идея, добрая воля и желание. И вдруг я выяснил сам для себя, что вообще тема насилия, она ключевая. Не клинические признаки, не похмельный абстинентный синдром, о котором, я так понимаю, вы хотите у меня что-то сегодня узнать, спросите, я расскажу, мне это не сильно интересно. А это тема насилия, это ключевая фишка. На самом деле, мы должны быстро и очевидно для себя перестроить наркополитику, насколько это возможно, с борьбы с предложением, то, что делает весь цивилизованный мир, на снижение спроса. Это рынок. Спрос рождает предложение. От того, что мы изымем еще какое-то количество наркотиков на рынке, нарко-рынке, ничего не изменится. И мы недавно пережили эту трагедию, на самом деле, я ее прогнозировал, я ее понимал, я говорил об этом, что если вы начнете бороться с одними химическими веществами, не снижая спроса, то на этой площадке очень быстро образуются другие. Почти моментально. И вот та истерика, которая была вокруг кодеин-содержащих лекарственных препаратов, вы молодые люди, но вы должны были это все помнить. Это при вас происходило, это конец 2000-х годов. Крокодил. Да, в том числе. Кодеин-содержащие препараты, крокодил, нет, там был еще антидепрессант Коксил, страшная вещь, кстати, потому что он не растворялся в сосудах, он взвесь, и он забивал мелкие артерии, вены, артерии. В результате некроз, и люди многие ампутировали. Это результат просто механического забивания мелких сосудов. И все эти картинки показывали, и были люди, которые на этом делали политику. Ведь любимый способ антинаркотической борьбы, это залезть на трибуну и начать спасать нацию. И, собственно, главное, что мы всегда должны иметь в виду, что мы должны прекратить спасать нацию. Вот если мы начинаем прекращать, а начинаем помогать конкретному человеку в конкретной ситуации, то мы начинаем кому-то помогать. Пока мы на трибуне спасаем нацию, с нацией ничего хорошего не произойдет. И вот разыгрывая эту карту, там еще люди связанные с церковью, конечно, совершенно конкретные персонажи, создали атмосферу, при которой именно такое решение проблемы стало восприниматься как ключевое. Вот мы сейчас уберем коденцидержащие препараты, коаксил, там еще что-то такое, и наступит счастье. Коденцидержащие препараты стали продаваться по рецептам, очень жестко, коаксил вообще практически пропал, хотя хороший антидепрессант на самом деле. Буквально через год произошло ровно то, что должно было произойти. На этом рынке появились синтетические каннабиноиды и синтетические психостимуляторы. То, что обыватели знают как соли и спайсы. И это пипец. Просто пипец. Потому что химическая формула синтетических каннабиноидов меняется моментально. Настолько моментально, что нельзя создать экспресс-методы диагностики. Формула меняется, и если даже на рынок выбрасывается новый экспресс-тест, то он не успевает себя оправдать. Потому что на арнархе рынке меняется. Там сначала было GVH 18, потом 0,73, потом еще что-то такое. Сейчас уже я даже не слежу за этим. А GVH это синтетические каннабиноиды. А сейчас еще более активно стали варьироваться формулы химические психостимуляторов. это невозможно отследить. И в этом, кстати, парадокс ситуации с этим сбором мочи у советского народа. Вот этот массовый сбор, когда дети, мы сейчас войдем в школу, соберем у них мочу, и они станут хорошими сразу. Ну, понятно, что сама идея дурацкая, потому что таким образом мы можем только противоставить себя нашим детям и усилим только элемент насилия. А я не произнес эту формулу, а хотел, чтобы именно насилие, суммарное такое, бытовое, социальное, политическое насилие определяет, в конце концов, уровень алкоголизации и энергонизации в любом обществе и в нашем тоже. И вот мы собираем мочу у этих детей, принимаем нормативные документы, сейчас они продолжают обсуждаться, вот только что было решение ГАК, о том, что надо и в восьмом классе собирать мочу у детей, рванем это дело, вот, и вот соберем это, море мочи, и будет нам хорошо. И тут выясняется, что сбор мочи в ситуации, когда нет экспресс-местного, он вообще просто бессмысленный. А что ты там будешь в этой моче искать-то? Если синтетические кинобиноиды и психостимуляторы, а они именно сейчас завоевывают рынок, да, конечно, остается героин. Мы все сейчас прочитали эту серию статей на батинки. Опять я почему-то всех приписал к себе. Ну, и те, кто интересуется этой проблемой, да, это замечательная, шикарная совершенно серия статей. Героин никуда не денется, никогда. Он всегда будет занимать определенную нишу поведенческую. Так же, как и остальные классические наркотики, и кокаин, и так далее. Это понятно. Но, тем не менее, рынок меняется. И вот в этой ситуации, когда дети не употребляют кокаин, и героин они мало употребляют, они покупают эту дрянь. А эта дрянь в крови не определяется экспресс-методами. И в моче тоже. Поэтому этот тупик полный совершенно. и вся эта бурная деятельность она приводит только к раздражению и дополнительному насилию. Так вот, вопрос насилия. Занимаясь этой тематикой, я очень быстро понял, что или мы разложим это насилие на маленькие кусочки и будем понимать, что с каждым кусочком делать. И тогда мы решим какие-то проблемы. Или мы все время будем спасать нацию с трибуны. Надо сказать, что политика снижения спроса и это уже прописная истина такая достаточно вульгарная состоит из трех уровней. Первичная профилактика вот то, что связано как раз с детьми и попыткой научить ребенка уважать границы собственной личности. И тогда он сможет сопротивляться негативным проявлениям среды. Вторичная работа с группами риска и здесь как раз ключевая тема насилия. И сейчас я об этом скажу. И третичная профилактика рецидива у людей, которые уже страдают алкоголизм и наркомании и вся эта эпопея с реабилитационными центрами это просто песня и мы все ее поем всей страной. Но вот тем не менее сейчас какие-то подвижки стали происходить. Будет вам интересно, я расскажу, просто я в этом участвую. Так вот, занимаясь темой насилия, надо было понять, а где оно концентрируется, это насилие. кто источник криминального мышления, источник насилия, где гнездо. Гнездо в тюрьме на самом деле и так тоже во всем мире. Именно тюремное население формирует криминальное мышление. Люди, просидев 5-6 лет, они выходят с определенным штампом поведенческим, который поменять невозможно. Потому что не верь, не бойся, не проси это на всю жизнь. Он не сможет по-другому существовать. А в нашей стране, где, я не знаю, я использую этот термин, пробация, тоже не сверхоригинальный, но, может быть, вы это еще не слышали о нем. Это служба, которая помогает человеку адаптироваться в этом мире после выхода из мест лишения свободы. У нас нет такой службы, поэтому вы это слово не все знаете. У нас есть убогая совершенно конторка, называется Уголовная исполнительная инспекция. И у нас фактически никто не занимается человеком, который выходит из мест лишения свободы, он сам себе предоставлен. И при том, что совершенно сознательно и осмысленно наше государство сокращает тюремное население. Сейчас у нас там примерно 550 тысяч сидит. Наше государство продолжает сознательно и осмысленно сажать туда наркоманов. Вот парадокс. 550 тысяч тюремное население с каждым годом сокращается. И только по 228-й статье, то есть вот этой тематической, там сидит 130 тысяч. А там еще аффилирован. То есть половина нашей тюрьмы это обычные наркованы. Наркоман, просидев несколько лет, ни для кого не секрет, что в тюрьме есть наркотики. Некоторые просто садятся на наркотики в тюрьме. Но в тюрьме мало денег. И поэтому наркоман, сидя в тюрьме, не может купить наркотики. И не потому, что он решил бросить, а потому, что денег нет. И вот он весь из себя такой без наркотиков выходит на улицу, он не знает свою физиологию, он не знает качество продукта на рынке, и он не собирается бросать. У него нет ресурса для этого, он ничего не изменил. внутри себя и вокруг него сформировалось только тюремное мышление. И поэтому волей-неволей в этой ситуации у него есть единственный выход вернуться к употреблению наркотиков. Потому что наркотик, и мы с вами выяснили, это способ адаптации. Это способ каким-то образом снизить градус ненависти внутри тебя. Как-то решать свои проблемы, как-то жить в этом мире, которое насыщено несправедливостью и насилием. И он начинает употреблять и погибает. Так случилось в моей жизни, что в 2002-2003 году вместе с моим близким на самом деле другом, правозащитником, я им не являюсь, я не правозащитник. Но тем не менее, у меня много друзей, которые так себя позиционируют, они на самом деле таковы. Лева Левенсон, кто-то может слышал. Мы изменили таблицу. Таблицу криминализации, за которую сажают. Потому что до нашей бурной деятельности была таблица Бабаяна и сажали за 0,305 пыль, это вообще героина. В результате нашей деятельности криминальной дозой стал грамм героина. То есть чувствуете разницу. Естественно, пересмотренные дела, и вышло 40 тысяч человек в 2004 год. и я понимал, что часть из них тут же умрет. Но я ничего с этим не мог делать. Причем я понимал, что чем больше они там просидят, тем, скорее всего, они и больше умрет. Скорее, количество человек. Потому что чем больше человек просидел в тюрьме, тем меньше он знает свою физиологию, и тем больше поменяется рынок наркотиков. И это прямая тоже зависимость, и это давно изучено, и все известно. И на самом деле часть людей, которые вышли из тюрьмы, погибли тут же. И именно мне стали предъявлять претензию, что я убил этих людей. То есть не те, кто их туда посадил, а я, кто их оттуда выпустил. Я виноват, что они умерли. И на фоне пропагандистской кампании подлости правозащитников они снова изменили таблицу, но правда они уже не смогли вернуться к Бабаяновской, и теперь у нас криминальная доза полграмма героина в 2006 году. Но они тогда же сделали две подлости. Одна подлость, они ввели в эту таблицу понятие смеси, и все, что ходит в первый список, а там несколько списков официально, что такое наркотик, это юридическая вещь. Для меня алкоголь это классический наркотик, но в нашей стране он легальный, а вот в Иране он нелегальный. Просто мой сын нераза, и он подтвердит. Вот. А у нас есть вот такой набор наркотиков, и это юридическая вещь. Так они внесли туда понятие смесь, в результате которой любое количество вещества, где есть какое-то количество запрещенного вещества из первого списка, считается наркотическим веществом. Над нами весь мир смеялся, когда ФСКН записывал вот эти огромные тонны в изъятые наркотики, а люди и сегодня так происходит, сидят за фактически мел. Там героина может быть очень мало, а уж то, что на рынке просто продается, это обязательно разбодяженная вещь. А когда это большой объем, и там немножко наркотика, это вообще атас. Классическая вещь, она, кстати, только что завершилась у нас успешно, история с маком, если кто следил, маковое дело. Когда изъяли 40 тонн мака, кондитерского, все это считалось наркотиком, и 6 лет людей судили, вот только что прекратилось. Они умудрились начать судить женщину, Зеленину, которая работала, кандидат сельскохозяйственных наук в институте, который пытался объяснить, что оттуда нельзя извлечь опий. Они пересчитали 40 тонн, получилось 300 грамм, все, и 6 лет люди сидели в тюрьме. А ветеринары? Нет, я просто привожу пример со смесями. Конечно, ветеринары, кактусоводы, это все песня. Но самое интересное было на самом деле на пике деятельности ФСКН, когда они решили записать в наркотики две вещи растворители и аудио-наркотики. То есть аудио-наркотики чуть не попало в нормативный документ. Вот народ слушает и балдеет. Мне все время казалось, что люди слушают и балдеют, когда телевизор включают, но тогда все мы наркоманы сразу понимают. Аудио-наркотики не попали. Но растворители-то попали на полном серьезе. Толуол, там так далее. Я не химик, но я хорошо знаю, что лучший растворитель, который есть в природе, это вода. И поэтому, когда я выступал в суде, когда судили Яну Яковлеву из Софекса химического предприятия, я с трибуны, не знаю, что там, обращаясь к судье, оказалась умная тетка, сказала, ну а что там ограничиваться? Вот у нас Мосводоканал, ты представляешь, сколько раз там прекурсор это называется, то есть вещество, участвующее в приготовлении. Что там мелочиться? А тут какие-то заводы, цистерны они изъяли, они цистерны изъяли. Это на самом деле так, десятки тонн, сотни тонн растворителей, заводы из-за химических стали закрываться. И все это записывалось в изъятые наркотики. Это к вопросу о том бреде, который называется наркополитика, основанная на борьбе с предложением. Маразм. И этот маразм, мы в нем живем, и полмира в нем живет. И только сейчас мы стали осознавать, что ну нельзя, это бессмысленно, надо что-то с этим сделать, надо снижить спрос. И вот тогда возникает тема этих трех уровней профилактики, которая давно прописана в ВОЗовской концепции. И вторичная профилактика, если снижение уровня насилия на самом деле абсолютно ключевая вещь. И в этой статье или в этом интервью, которое не все здесь читали, я пытался сказать, что то, что сегодня происходит, когда сотнями тысяч наркоманов сажались в тюрьме, мы усиливаем только насилие, они выходят с этим психологическим феноменом насилия и в душе, и в теле, и в руках, в своих кулаках. И, безусловно, таким образом мы в конечном итоге увеличиваем и наркооборот тоже. А сидят они там за наши деньги. То есть за наши собственные деньги, наше собственное государство усиливает наркооборот через этот механизм. И вот мы сейчас на переломе, когда какое-то понимание возникло, но так нельзя больше, надо что-то сами сделать, не надо сажать наркоманов в тюрьмы. Но тут возникла тема этих самых реабилитационных центров жлобских, где насилуют, убивают, обдирают, последние забирают. И это результат деятельности ФСКН. И, собственно, моя общественная организация, она была одной из крупнейших в России, фонд неталкоголизма и наркомания, фонд НАН. Она в результате моей публичной борьбы с ФСКН была закрыта. Они просто... Я в суд ходил, штрафы все, все дела. Я не на узкой минюсты, я не мог с этим справиться. А дискуссия публичная была именно в этом заключалась. Я терпел, пока можно было терпеть. Более того, я даже в экспертный совет при ФСКН входил и там про наркомсуды пытался рассказать, еще какие-то вещи. Кстати, какие-то вещи случились. У нас появились статьи Уголовного административного кодекса, которые укладываются в понятии лечения вместо наказания. Другой вопрос, что технология не случилась. Это нормативно закреплено, но для того, чтобы человек захотел вместо сидения в тюрьме пойти лечиться, его надо к этому мотивировать. И это тоже общеизвестный факт, что 70% людей, которые проходят через наркосуды в Америке, например, отказываются от реабилитации. Они в тюрьму идут, им так удобнее психологически. А у нас, когда судья идиот и ничего не понимает, естественно, он ничего не объясняет этому пацаненку, он ему говорит, вот, хочешь пойти? А куда пойти? Тоже непонятно. Наркологический диспансер территориальный, где тебя поставят на учет и какая-то старая бабка тебе начнет говорить, нет, нехорошо. Тупик абсолютнейший. И вот эти реабилитационные центры, абсолютно желобские, это продукт, еще раз повторяю, ФСКН. Они взяли и разделили лечение и реабилитацию. Это шизофрения. Это шизофрения. Ну, нельзя человека поделить на медицину и не медицину. А они нормативно это сделали. В результате стали развиваться эти псевдореабилитационные центры, которые никак не были ограничены никакими правилами. И мы сами пытались писать вот этот национальный стандарт на реабилитации, который мы сейчас пытаемся как раз разыграть в Минздраве. И при этом ФСКН со страшной силы стала отжимать в какой-то момент Минздрав, и он с удовольствием отжался. Он говорит, все, мы занимаемся медицинской реабилитацией. Что такое медицинская реабилитация? Я не знаю. Вот я врач, много лет занимаюсь, не понимаю. Уколы в попу? Непонятно. Но в законе это написано, и вся нормативная база сегодня, Минздравская, это медицинская реабилитация. А социальная реабилитация это вот эти вот жлобские центры, которые сажают пациентов в Зинданы, там идеолог, там Ройзман, который все время там переобувается на ходу там что-то такое в либерала. Жуть какая-то просто. И этот несчастный должен пойти в какой-то реабилитационный центр, и непонятно куда пойти, и судье непонятно куда его послать, и его проще всего к чертовой матери послать на этом суде прям. Все. И он отправляется в тюрьму, сидит в тюрьме, а у нас по 228 прима, там еще обычно прибавляется еще 30-я статья, фишечка такая, ты готовился, ты готовился к преступлению. Неизвестно, кому ты хотел продать, и чего ты хотел продать, но ты готовился, 30-я статья, все, 228, точка 1, до 20 лет. и люди сидят. И еще на этом фоне надо ввести смертную казнь. Но кого убивать-то будем? Этих же наркоманов, что ли? Никаких наркобаронов, никто никого не ловит. А зачем их ловить-то нафиг? Если статистически гораздо проще этих пацанов набрать. Понятно, что никакого стимула у правоохранительной системы этого не было никогда. Но когда ФСКН уже целыми отделами стали арестовывать, то есть, понятно, что они стали крышевать, но это стало не просто понятно, их стали арестовывать. Генерала, начальника ФСКН Рязанской области арестовали и так далее. Там дошло и это в открытом доступе, поэтому это нельзя рассматривать как конспирология. Руководитель Следственного комитета генерал Рогозин написал Путину письмо, о том, что первый заместитель руководителя ФСКН господин Каланда организовал производство синтетических наркотиков в Перми. Завод. И это правда. И, собственно, вывелось все, когда у них оказался переизбыток синтетических наркотиков, они их погнали в Польшу и на границе таможенники, которые относятся к другому ведомству, ФСБ, арестовали несколько килограмм этих синтетических наркотиков. И вот я представляю, что в Башке у Путина образовалось в результате всей этой коллизии. Его друг Иванов, который открывает колено там у него двери и проталкивает чудовищные законы. Чудовищные. Причем он сажает при этом Путина, который как китайский болванчик, что-то надо спасать нацию, там что-то такое тоже. У нас несколько раз были очень пафосные мероприятия, заседание Совета безопасности, посвященное проблеме, которое манипулировал тоже Иванов, госсовет на эту тему тоже был и так далее. А все сводило к тому, чтобы бабки отжать. ФСКН хотела получить 200 миллиардов рублей под реабилитацию. А для того, чтобы получить эти деньги, они должны были создать собственную выгородку такую финансовую, социальная реабилитация. Да, это было очень забавно. Потом, правда, да, говорите. А я, мне казалось, про это. Отвечу на вопросы. А сейчас я скажу то, что захочу. А я только этим и занимался всегда. А я только наркополитикой и занимался. Вы ожидали, что я лекцию по наркологии прочитаю? А я про зависимость нашего государства от глупостей. Возможности вы хотите нет, потому что алкоголька здесь меньше часть не кажется. Ну, хорошо. Я вас услышал. Во-первых, я сам же предложил перебивать меня, что и произошло. Поэтому, сейчас завершая эту тему, завершая тему событий вокруг ФСКН и так далее, хотя это напрямую касается, конечно, к общей проблематике, я напомню, что я начал об этом говорить. Как выходить? Что есть зависимость? Ну, на самом деле, это просто банально, это неинтересно рассказывать. А вот, как выходить? Я начал об этом говорить. Это нельзя с помощью лекарств сделать, это нельзя сделать с помощью шаманства, манипуляции, кодирования. Это можно сделать только переосмыслив себя, свою жизнь, свои взгляды на окружающий мир и на то, как ты существуешь в этом мире. Потому что, еще раз повторяю, психоактивное вещество, любое, алкоголь, запрещенный наркотик, это способ адаптации. Если у человека не появляется альтернатива, если у него нет понимания, как жить с этими проблемами, которые в его жизни есть, адаптируясь к этим проблемам через социально приемлемые в этом обществе формы поведения, он никогда не бросит. Он сопьется и умрет. Что и происходит периодически. Поэтому единственным эффективным способом помощи этим людям является создание среды, в которой формируется информационный поток, из которого человек для себя может взять то, что ему близко и понятно. Собственно, так работают группы самопомощи. И так работают хорошие психотерапевтические программы. Меня часто спрашивают, что есть хороший реабилитационный центр. Это тот центр, где создана атмосфера, в которой есть эта информация, где эта информация подается очень доступно, и человек понимает, как ему изменить собственную судьбу и собственные смыслы. И это универсальная вещь. Потому что сегодня уже, ну да, я начал об этом говорить, я увидел этого самого первого алкоголика, и в своем собственном учреждении в 92-м году я посадил одну из своих сотрудниц, наркоманку, сотрудниц, и у меня много сотрудников, имеющих зависимость, посадил в пустое помещение. А группа самопомощи это два алкоголика и чайник. Это их фраза, это не я придумал. Два наркомана и чайник. То есть это уже группа самопомощи. Она посидела какое-то время, Ольга ее зовут, тут я секреты не открою, они по именам друг друга всегда называют. Потом появился второй человек, третий, и сегодня сотни тысяч людей по всей стране ходят в группу анонимных наркоманов. Вот все это началось в октябре 92-го года, и они там выздоравливают. И там происходит чудо. Чудо выздоровления, основанное на нахождении себя в этом мире без химического вещества. При этом, если уж так важно об этом сказать, я, кстати, об этом написал в статье, говорил в интервью своем, любая зависимость это всегда сочетанная вещь. Это био-психо-социо-духовная патология. То есть биологический компонент там может присутствовать какая-то слабость биохимическая, но обязательно выстраивается вся эта цепочка. И появляется психический компонент, и вот мы знаем с синтетическими каннабиноидами и так далее. Очень много и часто сейчас мои коллеги говорят, это шизофрения. Ну, не шизофрения, конечно, но симптомы шизоподобные, то есть психические компоненты проявляются. А социо-духовные компоненты этого заболевания являются основой этого заболевания. И если у человека нет социо-духовных ресурсов для того, чтобы решать свои проблемы не употребляя психоактивные вещества, он будет их употреблять. И поэтому сегодня произошло новое качество этого мира, мира выздоровления. Сначала наше общество только из анекдотов знало, что такое анонимные алкоголики. Потом они узнали, что они есть реально в этом мире. Те люди, по крайней мере, которые интересовались этой проблемой. А сегодня значительная часть нашего общества, это новое качество, понимает, что любая проблема, которая актуальна для общества, может решаться через общение с себя подобными. И это вопрос уже самоидентификации. И поэтому сегодня у нас есть анонимные игроки, эмоционалы, сексоголики, химсекс, это не то, что я в вас прыгаю пальцем, я знаю, что просто у вас первая группа такая стала собираться неделю назад или первую. Когда? Как так? Только похвалил. Может, это не вам надо, а им надо пользоваться? Ну, им приходить и обсуждать свои проблемы. Их здесь в этом зале в этом зале две трети, поэтому он правильно человек задал вопрос. А так же в этой группе все люди в косметику находились, имели к этому какое-то непосредственное отношение. И они не могут друг с другом на самом деле это обсуждать. А им уже человек, который а, вылез из этого состояния, б, имеет практически навыки ведения психологических тренингов. И, конечно же, я поспорю с этой историей по поводу того, что группа взаимопомощи это два торчка и чайника. Два торчка и чайника. Это не я придумал, это они придумали. Ну, вот я вам говорю, как торчок, что два торчка и чайник, это значит, мы все закончим, так сказать, с химсексом. Это как ботус-ми. Она как и против химсекса, а не за химсексом. Понимаете? Поэтому не так просто. И человечество изобрело довольно большое количество каких-то практик, чтобы этого избежать. Но, к сожалению, вот здесь этих практик наношлось. Именно потому, что здесь были торчки и чайник. Вы, на самом деле, сформулировали ровно те проблемы, которые были на заре развития обычной группы наркоманов, где, на самом деле, в основном фигурировал чайник, а не наркоманы. Но это неестественный процесс роста и проблемы. И если вы ходите на обычные наевские группы, вы понимаете, что это всегда сопоставление. Людей, которые имеют большие сроки ремиссии, маленькие, тот человек, который имеет большой, и спикерит, и рассказывает. Это не значит, что ты обязательно должен повторить его судьбу, но ты слушаешь его, и у тебя появляется понимание, что это возможно. Почти как у Зеленского. это возможно. Мы можем это сделать. Поэтому в этой ситуации, безусловно, в вашем случае надо потерпеть. Ну, если вы посмотрите, я с вами очень поспорил. Я мечтаю, я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Существуют классические группы заинкомащие наркоманов, и, как правило, эти группы заинкомащие наркоманов, это для опилотников. Когда мы говорим о том, что это 12 условных 12 шагов, в которых мы найдем столько херней в этих 12 шагах, что я в эту комнату сюда эту херню не пущу. то есть, когда там все получается про Бога. Какой вы категоричный. Вообще, да, как речь? Но самое главное, при такой нетерпимости здесь не будет никакой группы самой помощи. Если организатор процесса столь нетерпим, причем внутри него, то у вас большие проблемы. Я без слова большие проблемы, у меня вообще огромное количество проблем. В мире огромное количество Я имею в виду с самим собой. У меня не выдающееся количество проблем с самим собой. Но, опять же, мир послал изобретение обвода химсекса. Это вообще отдельная тема. Вообще отдельная тема. Если вы посмотрите, он существует такой на планете главный человек по этому химсексу, вы увидите, что там нет цели бросить. То есть, химсекс – это такая как бы тема, в которой люди не стоят перед собой цели бросить. очень очень промежуточные цели и внутри этих промежуточных целей они пытаются каким-то образом существовать вне стимуляции и внутри промежуточных целей они пытаются выйти на какие то цели может быть не будут связаны уже с употреблением стимулятора в плане секса то есть это не совсем традиционный 12 шагов группа взаимопомощи 2 . отлично в таком случае для тех кто не является наркоманами в этой аудитории я должен сказать что факт неупотребления не есть факт выздоровления вы должны это понимать я пытался об этом в отношении алкоголиков говорить вот в контексте кодирования и более того факт употребления не есть не выздоровление это может быть выздоровление и более того сам акт рецидива может быть актом выздоровления когда человек начинать переосмысливать свою жизнь преодолевает собственную гордыню понимает что это он что-то не понял он перестает винить всех остальных просто у любого химически зависимого человека и не химический кстати вот я про и громада вспомнил так далее есть определенный симптома комплекс психологических особенностей личности также как в созависимости так и здесь и преодоление этих особенностей это и есть процесс выздоровления там проблема гнева там и так далее так далее и поэтому безусловно сам процесс выздоровления это не акт бросания это не так так не бывает при этом если человек в конце концов придет к тому что ему не нужно химическое вещество он отказывается от него в результате своей эволюции но очень хорошо прекрасно потому что понятно что если у тебя сломалась биохимия если вот эта машинка ферментативные у тебя сломалась у тебя легко появится тяга после первого употребления потому что ну вот на примере алкоголя я вам расскажу чтобы было понятно там простой на самом деле механизм он на самом деле сложный но его можно представить как простой все на нашем организме все сбалансировано и внутри нашего организма есть все мы вообще маленькая химическая фабрика у нас есть и опиаты у нас есть каннабиноиды в организме норма как в норме и у нас есть естественно алкоголь поэтому когда у нас появился закон про нулевое промилле это люди хотели в бога сыграть так не бывает без алкоголя мы не можем существовать как вид и поэтому вот в этом механизме всегда есть сбалансированные вещества и когда вырабатывается одно вещество и она почему-то оказывается в избитка в избытке обязательно есть вещество которое его элиминирует и в отношении алкоголя это фермент алкоголь до гидрогеназа фермент который разрушает в определенной химической цепочки и вот представьте себе это этот процесс когда человек начинает заливать в себя этот экзогенный то есть то что внутри это эндогенный а это экзогенный алкоголь но организм терпит терпит сколько можно все я отвали хозяина перестаю вырабатывать свой эндогенный алкоголь ты такси столько залил в меня на хрен и собственно эксцессы возникает когда человек прекращает пить белая горячка возникает никогда он перепил а когда он прекращает пить тут ломается машинка и у него возникают всякие события в мозгу в организме там и так далее и так далее но тем не менее детоксикация кстати как а наркологии вот эти пахметологи которые бегают по городу и ставят капельность это не наркология это токсикология а наркология то что создает среду помогающего человеку переосмыслить жизнь токсикология ну понятно с помощью токсикологии можно сбалансировать биохимию человеческую он выходит из острого состояния организм приходит в себя начинает вырабатывать эндогенный алкоголь потому что без него невозможно ты умрешь но тут в этот момент у человека рецидив и он начинает заливать опять экзогенных хозяин ты сушу с ума сошел я уже привык другому в этот момент организм не понимая какую дозу примет хозяин выбрасывает мощное количество алкоголь дегенерогеназы и именно это вещество определяет тягу это биология и когда некоторые люди даже мои коллеги вот он должен взять себя в руки на волю проявить это все равно что предложить женщине волевым способом прекратить менструировать ну нет нельзя это 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 не волевой процесс потому что это биохимический процесс и вот в этой ситуации безусловно когда сломалась машинка биологическая да ему лучше всего бросить совсем то что он не сможет пить но есть масса переходных или моментов и этапов и наркотическое потенциал разных наркотиков он разный мы это хорошо теперь понимаем и рассказ о том что все курящие марихуаны обязательно будут потом колоть героин это вранье это неправда да пожалуйста есть три ответа первый ответ связан с личностью и особенности его организма и физиологии которую он который у этого человека и от особенности его восприятия этого химического вещества индивидуальность его определяет систему отношений которые у него складывать с этим веществом вторая тема не ответа вторая тема это наркогенность этого химического вещества и понятно что производные конопли и производные опия это разные по наркогенности вещества и понятно что в этой ситуации если человек ограничивается а я начал об этом говорить человек переходит с одного наркотика на другой не потому что его наркотик провоцирует его провоцирует его внутреннее желание поиска для того чтобы уйти от тех проблем которые у него есть и если эти проблемы настолько велики что его не устраивает курение марихуаны он начинает употреблять более тяжелые наркотики внутри вопрос его поиска а не того что он начал употреблять имя и от химическое вещество и вот в этой паре форме человек и химическое вещество вклинивается третья тема эта тема социального контекста в какой степени социальный контекст провоцирует на то чтобы эта пара стала единым целым и не могла уже развестись и в этом случае тогда мы сразу начинаем наблюдать какие-то симптомы связанные с социальной деградации и на самом деле во многих наркологиях разных стран критерием основным является не клинические признаки а признаки связанные социальной деградации и поэтому зависимость фактически вот в этой системе отношений должна прежде всего оцениваться с позиции социальной деградации от того что у человека появляется психологическая зависимость от марихуаны это не значит он начнет завтра деградировать вполне вероятная вещь вы используя это слово с целью рекреации то есть удовольствие он будет покуливать у себя на кухне раз в неделю и не будет увеличивать дозу и вполне себе будет справляться с этим сейчас я закончу этот ответ просто и в этом случае тогда есть transcendent зависимость да есть психологическая то физически нет психологическая есть является ли это трагедии да нет не является и это не является трагедией для социума микро социума и магра социума какая нам черт разница, что он в субботу курит у себя на кухне. Да хрен бы с ним. Пусть он там курит. А он и курит. Мы просто не знаем, сколько у нас так курят. Но я догадываюсь, что много. И я не хочу этого знать. В отличие от правоохранительных органов, которые очень хотят это знать. Я думаю, большинство сюда пришло для того, чтобы хотя бы пару слов услышать о том, как освободиться от своей зависимости, которую они уже осознали. Я пытался сказать. Вот. Короче. Не получилось. Я начал, ну вот, промил в марихуану, да, вы сказали, что если там курит раз в неделю, то не деградирует. Я не сказал, что не деградирует. Я сказал, что он может не деградировать. А может деградирует. И это крепится. Может, прекрасно. А что? Только в какую сторону вы имеете в виду? Ну вот вы сказали, чтобы, допустим, избавиться от наркотиков, нужно социал-религиозные основы, да, и плюс... Не обязательно религиозные только. Надо... Просто кому-то это... Социал-духовно. Да. И слово духовность какая-то... Вот в таком вырванном контексте звучит как-то очень страшно. Нет. Просто у человека должны появиться другие интересы. И если в результате того, что он начнет бегать по стадиону, он перестанет употреблять, и это будет его социализация, ну, будем считать, что это тоже для него духовный процесс. Здесь не может быть универсального рецепта. Здесь нет никакой рекомендации, и быть ее не может. Мы все разные. У нас у всех разные интересы. И когда ко мне приходит пациент, я не пытаюсь ему навязать свои интересы. То, как я существую в этом мире, как я реализуюсь. Я ему говорю о том, что у меня есть мир, это часть моего мира, и там группы самопомощи, там есть психотерапевтические программы в моем учреждении. Еще раз, часть моего персонала – это люди, имеющие опыт собственного употребления, и они могут мотивировать. Вообще, ключевая тема наркологии – это мотивация, мотивационный процесс. И это профессиональная задача. Я уже сказал про людей, которые на суде отказываются идти в реабилитационные центры, потому что их не мотивирует. Когда вы приходите в группу самопомощи, а я это наблюдал сотни, тысячи раз, происходит не со всеми, но с некоторыми. Чудо осознания новых ценностей. Почему это происходит? Да черт его знает. Человек почему-то доходит до своего дна, как-то она формируется, или он приходит к этому… Я в статье использовал это слово. Жалко, что я его ни разу здесь не назвал. А это мой любимый термин – резилиентность. Запомните этот термин. Это великий термин. Это то, что определяет нашу ресурсность, нашу способность сопротивляться негативным проявлениям среды. И я приводил пример, а это реальный пример, когда у человека была травма, он не лишился ног, а потом стал паралимпийским чемпионом, до этого не занимаясь совершенно спортом. То есть эта травма привела к тому, что он мобилизовал свою резилиентность. Но из чего будет состоять ваша резилиентность, никто не знает. Это невозможно знать. Это вы можете знать только вы, если пройдете этот путь. Нет, вы всем надоедите ко мне. И мне как говорят, смотрите, можно в теме вернуться, потому что не первый я задал этот вопрос. Вот я, например, пришел сюда, да, я шел на лекцию, и многие возможности везли сюда, чтобы избавиться от какой-то зависимости от сигарет, от айкоса, от водки или от других наркотиков и так далее. Вот, может, кто-то хотел услышать просто слово, да, которое его просто вот хотя бы направить на дорогу, чтобы от этого отказаться. Вот что он мне делает? Чудо! Люди, вот, это ровно то, с чего я начал. Да? Чудес не бывает. Их быть не может. В зеркало смотри. В зеркало, не хотите идти в группу самопомощи, подойдите к зеркалу. Я все время общаюсь с зеркалом. Тогда какие у вас проблемы? Зачем вы кайфуете, радуетесь жизни. Зачем вам бросать? Зачем брать? Нет, ответьте на вопрос. Ответьте на вопрос. Зачем бросать? Что вам мешает жить? Все же говорят, что это плохо. Я говорю нет. Вот это чудесное слово, которое я должен... Люди! Факт употребления – это неплохо! То есть, вот это вы позиционируете. Я это не позиционирую. Я это говорю. Я говорю, что проблемы – это ты бьешь жену, ты бросил работу, тебя выгнали из социума, из твоего микросоциума, ты не способен спокойно спать, ты сходишь с ума, у тебя кровавой понос, ты блюешь каждый вечер, ты сходишь с ума – это проблема. А если вы не блюете, у вас нет кровавого поноса, у вас прекрасное отношение, у вас хорошая потенция, все прекрасно. Супер! Не надо ничего бросать. Еще, короче, вот, еще, пожалуйста, чтобы бросить всем. Я не хочу бросать. Так в этом надо разобраться. Он же должен ответить на себе вопрос. Нет, это самое правильное. Он задает мне, а не себе. И в этом проблема. Нет, я себе задал, поэтому я сюда пришел. А я говорю, что я не могу оказать помощь. Это бред. Я могу только сказать то, что я говорю. О том, что можно, и я это делаю, сформовать среду, в которой он может узнать ответы на свои вопросы. Сакраментальные. Ведь что происходит на группе? Все, кто ходил на ИНИ, знают это отлично. Человек годами скрывает внутри себя то самое, что скрывает сейчас мой сосед в себе, не отвечая на эти вопросы. Он скрывает. Они у него есть. Чем в вами не спрашивают? Да я скрываю, я вышел перед вами вообще. Он скрывает. Да вы перед собой. Перед нами-то вы не скрываете. Вы перед собой скрываете. Еще один вопрос важный. Вот смотрите, вы у вас там три раза сказали, мой сын, мой сын, мой сын. Вот, к примеру, у меня нет отца, к примеру, да? Так. И мне никто не объяснил здесь, что там вот это плохо, это хорошо, там папа не объяснил. Вот если вот у вас все это дети ваши, да? Представьте, что вы им скажете сейчас, чтобы реально у кого-то там зависимость, как от нее освободиться? Вот, что бы вы сказали, да? Потому что мы здесь все собрались, и мы ждем какое-то волшебное слово реально. Это слово «любовь». И дальше возникает продолжение. Это не должна быть патологическая любовь. Это должна быть разумная любовь. Это должна быть любовь и уважение к себе самому. Но при этом, еще раз повторяю, это не проблема того факта, что вы употребляете. Это проблема ваших отношений с самим собой. Выливаются эти проблемы в взаимоотношениях с другими людьми или нет? Ну, это вопрос к вам, точно не ко мне. Но если все хорошо... Если все хорошо, проблем нет, то можно дальше... Давайте я буду. Вот и конкретные вопросы, да, Зайя Паричин. А я там что, мне куда идти чуть-чуть? В группу самопомощи, а наивных наркоманов. Которая находится где? По всему городу у меня... А! Это я вам сейчас подарю. Это краткое изложение ответа на те вопросы. Это краткое изложение, которое от меня требовали в виде одного слова. Дарю. Там все ответы на ваши вопросы, включая, куда идти. И еще... Нет, извините, я сейчас закончу. Чтобы быть предельно конкретным. Кратким не получится. Конкретным. Мы специально создали, много лет тому назад, телефон. Где не берут денег. Не требуют того, чтобы ты пришел и платил деньги в какие-то реабилюционные программы. Это информация о группах самопомощи. Куда прийти? Кто собирается? В соседнем доме. Анонимные эмоционалы, сексоголики. Кто хочешь. А сейчас у нас по городу десятки тысяч людей ходят в эти группы. Последний, кстати, продукт этого мира, это наше будущее, и это наша трагедия всего мира на самом деле. Это зависимое от компьютерных игр. То есть игромания-то у нас случилась давно. А вот компьютерная зависимость, то, от чего китайцы сейчас сходят с ума, а я общаюсь с ними регулярно, с моими китайскими, периодически. Дешевый интернет, дешевые компьютеры, нечего делать. И они сейчас делают для детей реабилитационные центры, где с помощью насилия пытаются их излечить от компьютерной игровой зависимости. Чудовично. Бьют, бьют. Бьют, бьют, да, бьют. Закрытые тюремного типа заведения, где их бьют в том числе. Я заканчиваю мысль, я даже не успел произнести. Так вот этот телефон, запишите, это очень конкретно. 499-126-0451. 499, предельно конкретно. 499-126-0451. И там вы можете спросить, где рядом с вашим домом? С вашим домом можно прийти в группу. И вот какую группу. Дальше вы выберете анонимные наркоманы, анонимные... Это вопрос самоидентификации. Кстати, группы ВИЧ-плюс тоже есть, я об этом писал. Может ли человек, который страдает, как ему кажется, от зависимости от химсерса, то есть уже от Медрона или каких-то других салий или чего там угодно, и одновременно с этим сексуальной зависимости дойти на эти группы? Конечно. А если эти группы не поможут? Он должен самоидентифицировать себя. Какая у него проблема? У него проблемы есть и секс. Вот такая проблема. Я бы начал с анонимных наркоманов. Антизер-производительщики? Не обязательно. А кто что? А, кто хотите. И сегодня огромное количество людей, которые страдают даже не совсем химической зависимостью, а полухимической зависимостью, ну вот они употребляют, и игроманы отчасти, и отчасти они наркотики употребляют. Им трудно себя, я поражу пример, трудной самоидентификации. Потому что когда человек просто употребляет наркотическое вещество, ему легко себя самоидентифицировать. И он идет в группу анонимных наркоманов. И вот я сейчас только что... Ну ладно, анонимных наркоманов, это всегда при нас шагов? Ну, на самом деле, я могу привести конкретный пример. Есть такая общественная организация, и у них есть реабилитационные программы, которая называется «Страна живых». Может, вы слышали про нее. Сначала я решил, что это секта. Потом я познакомился с лидером этого процесса, Дима Кореняк, который сегодня, кстати, возглавляет муниципальный центр помощи детям с химической зависимостью, преодоление называется, могу сейчас путать название, но это муниципальный центр. И вот с этим Димой мы выяснили, что нет, может быть, и не 12-шагов. Я не могу сказать, что я сверхфанат 12-шаговой программы, но я прекрасно понимаю, что изобретать 13 шагов, 15 шагов, когда уже человечество прожило большой кусок времени с 1935 года и доказало, что это эффективно, и это работает, и во многих странах работает, глупо отказываться от этого опыта человечества. Вы пахаяли 12 шагов. Не все их читали. Мы не пахаяли так. Пахаяли, пахаяли. Что там? Никаких не читать. Сказали, что это говно. На русский язык я перевожу. На самом деле это очень примитивная схема саморазвития человека. Очень примитивная. Да, там есть идея, бог, как я его понимаю. Но вполне себе, и это опыт, и в том числе моих пациентов, которых я вижу, вполне туда вписываются атеисты. Вполне. Без проблем. Нет там никакой религии. Какие боги? Личностным? Перевращаясь из атеистов в когнитодорожных? Нет, абсолютно нет. Они остаются неверующими в теологических богов, но при этом они начинают верить в себя. А это ключевая вещь. Бог, как я его понимаю. Я бог, табуретка бог, солнце бог, Иисус Христос бог. Это вопрос выбора. И это абсолютно индивидуальные вещи. И таких людей огромное количество, которые не уверовали в Иисуса Христа, но уверовали в себя. Но там нет Иисуса Христа, там есть иротический бог. Тем не менее, в этом был конфликт, мой личный даже, с русской православной церковью, когда некто, господин Берестов, там еще всякие люди говорят, ну ладно, хрен с тобой, твои анонимные алкоголики, это, конечно, погано, американизмы, гадости такие, только чтобы не в церковной ограде. Я говорю, люди, вы хотите, чтобы они выцерковлялись? Ведь процесс выздоровления – это взрыхление. А вот что там посадится, и что вырастет, это результат того окружения, которое есть в процессе этого взрыхления. И если он будет ходить в православный храм, и там будут эти ценности, а он должен обрести ценности, он обречен их искать, у него нет выбора, он должен их найти, если не в себе, то в Боге, который называется Иисус Христос. Или какой-то другой. Почему, кстати, так протестанты эффективно используют, и почему сегодня… Да, да. Там идея-то ведь не в 12 шагах совсем. Я часто общаюсь с Лушниковым, вам небезызвестным. Ну, известным. Большинство людей у Лушникова про 12 шагов только в книжке читали. Они вообще не 12-шаговые люди. А они даже не знали, что такое есть группы. Когда ко мне пришел в кабинет Лушников, и я ему стал показывать сайт анонимных ракоманов, а вы знаете, он классный, он супер, там, почасовая такая вот фишка, когда ты можешь легко сориентироваться к вопросу, кстати, куда пойти. Там все это очень… И каждый вечер собираются десятки таких групп по всему городу. Он посмотрел на этот сайт, так удивился. Ух, как интересно! И я понял, что он совершенно не 12-шаговый человек. Хотя он декларирует это. Это игра в 12 шагов. При этом разговор о том, что человек может стать независимым – это бред. Когда мне говорят, ну как же так? Они становятся там вот там сектантами какими-то. Ну, понятно, что если они выздоравливают в нарканоне все, где Хаббарда, они становятся хаббардистами. А куда они в детстве-то? Он должен исповедовать новые ценности, а других он не видит, не знает. И если он ходит к харизматам, к перидесятникам, то он будет протестантом. Потому что он выздоравливает, ему нужно обрести эти ценности. В какой степени потом он может преодолеть это – это вопрос ресурс резилиентности, вы теперь знаете это слово. Поэтому для меня, конечно, понятно, что 12 шагов – это сегодня фишка. Она обыгрывается. Но при этом некоторые люди реально в этой логике начинают обретать себя. И я начал эту мысль. он не может прекратить быть зависимым. Он будет зависимым. И на первом этапе, когда человек приходит 12 шагов, и вдруг вот в этой группе анаминных наркоманов у него открываются глаза, он видит вот этот мир выздоровления, он видит людей, которые там 20 лет не употребляют, он начинает в это верить, что он может то же самое. У него крыши едет. Возникает такой эффект неофита, который очень трудно преодолеть. Я вижу этих неофитов 12-шаговых. И это не результат. Это не вопрос шага. Он может застрять в этом состоянии неофитства до конца своих дней. А может через 3-5 лет обрести новые ценности, как мои сотрудники. Вот мои сотрудники – это люди, которые вышли из групп, которые преодолели свои комплексы, увидели собственные ресурсы, в том числе ресурсы через... А это очень тяжелый процесс. Там очень быстро возникает профессиональное выгорание, если ты не имеешь собственного внутреннего ресурса, который сопротивляется этим негативным явлениям. И он обретает совершенно удивительные свойства и ценности существовать в этом мире, при том, что он остается наркоманом. Когда у него крыша поехала? Ну что значит крыша поехала? Ну когда он валяется на улице, мы все видели, что за потом? Не на улице, значит, дома он валяется. Если у него все хорошо в жизни, от них не валяется. Ну что значит, что он валяется? От них повод валяться. И такие пациенты у меня тоже были. Что значит, что он гармоничен, он работает на хорошей работе, он зарабатывает большую зарплату, он любит собственных детей. У него, собственно говоря, есть Борис Николаевич, но говоря о Борисском большом колёте, у него все хорошо было в жизни. Гармоничная жизнь. Я с этого начал, что Борис Николаевич был социализированный алкоголик. Он был алкоголиком. То есть если ты социализированный алкоголик, то все окей. Если ты так сам решил, сам для себя, то да. А теперь давайте за него решить алкоголик. Когда на самом деле упали. Ровно в тот момент, когда он мне скажет, что ему хреново, если это грамотный нарколог. А если это дурак, тогда он вычлит клинические признаки, которые есть, безусловно, и скажет, ты наркоман, мы тебя будем лечить. Смысла нет. Если он не дошел до своего дна, этого собственного осознания проблемы, ничего сделать нельзя. Другой вопрос. Если он столкнулся с проблемой правоохранительной, у него конфликт с системой, и система его начинает выдавливать. Вот здесь возникают как раз те технологии, которые я пытался вам сказать, которыми я занимался. Лечение мест наказания, мотивационный процесс, наркосуды, мотивация. Это абсолютно профессиональная вещь. Абсолютно. Но мотивационный процесс вне контекста готовности и желания, даже в ситуации, когда есть социальный прессинг, общаться неэффективно. Человек не ходит, например, на работу три дня после употребления. Ему пора идти на работу. Мы понимаем прекрасно, что если у него появляется запой, не запой, а запой, то это проблема. Да, конечно, безусловно. И с точки зрения нарколога в этой ситуации я мог бы сказать, ну, слушай, парень, у тебя запой. Это уже клиническое проявление. У тебя зависимость. У тебя похмельно-обстинентный синдром. Ты утром... Бред. Ты отравился этим веществом, а утром поправляешь свой организм. Это всё равно, как ты отравился горошком зелёным, а утром ты начинаешь им поправлять свой организм. Это проявление биологической сломки. Сломалась машинка. Поэтому с точки зрения клинических признаков да, он зависим. Когда Борис Николаевич упал с моста, и когда проспал общение в Шеноне с ирландским лидером, или когда он там оркестром в Германии, я не помню где-то, это было проявление неспособности корректно себя вести, и это было проявление, безусловно, алкоголизма его. Но при этом он был президентом нашей страны. Он был вполне социализированный. Значит, значит, если вы наёмные сотрудники, кто и технокологу, а если вы владеете с компанией, ну, в принципе, вы не сможете... Ну, это какой-то странный вывод. Да, пожалуйста. Да-да-да, я пытался вам дать слово. Вот, допустим, прошли выходные, да, я употреблялся в ходе. То есть, я могу работать всю неделю. Я понимаю, что в пятницу не хочется этого слова повторять. Да, у вас есть ага. У меня уже стоит техноколог. И если вы чувствуете, что это мешает вам жить... Я не могу без этого уже. Каждые выходные у нас. У вас тяга. Вы алкоголик. То есть, мне надо идти уже подошли. То желательно. Но при этом, если вы сами для себя решили, что нет, это всё хорошо, то никакого результата от похода к врачу не будет. Я понимаю, что это плохо, что мне не... Вот чем ценны эти группы? Я пытался ответить, но вот монополизатор не перебил меня в моём времени. В группах вы можете найти ответы на эти вопросы. У нарколога вы не найдёте ответы. Нарколог будет вешать на вас ярлык. Я сам себя не могу преодолеть. И не пойду. Мне там некомфортно будет. Нет, секундочку. Вам некомфортно пьянствовать каждую субботу и воскресенье? Мне комфортно. Вот тогда пьянствуйте. Тогда о чём мы говорим? Нет, секундочку. Ещё раз. Ваш организм вам говорит, что вы алкоголик. Вам хреново. После этого вы не делаете правильных выводов. Потому что есть алкогольная нозагнозия, вы отрицаете болезнь. Вы алкоголик. Вы хотите найти ответы на свой вопрос. Идите в группу, там ничего не произойдёт. Там не надо ли не регистрироваться. Вы сядете в углу с тупым лицом, произнесёте какое-то имя, и вы услышите ответы на все свои вопросы. Я вам гарантирую это. И это ничего не стоит. Это ничего не стоит. Я бы только вам приду и скажу. Только не ко мне. Оттуда идите. Если вот только у Эй есть формула, и вы её знаете у Эйнэй. 90 дней, 90 групп. Конечно. Не каждый способен на такой подвиг, да? 90 дней, 90 групп. Потому что понятно, что чтобы что-то изменилось в башке, а вы годами спивались, ваша формула пьянства по субботам и воскресеньям сформировалась годами. Естественно, после однократного общения в этой группе, а может быть там, кстати, не произойдёт этого чуда, и там не будет хорошего спикера, там не будет чего-то такого, что вас зацепит за ваше живое, за ваше больное, и ничего не произойдёт. А на третьем мероприятии вдруг произойдёт. Я очень часто спрашивал своих пациентов, кстати, мне всегда это было интересно. А что произошло-то? Чего у тебя в башке-то произошло? Ты чего вдруг стал выздоравливать-то? Ответа нет. Ответа нет, потому что его быть не может. Это очень сложный механизм. Вот сначала... Да. Да, приходите. Если мы говорим о психостимуляторах, ну, это выше означает дрон, и мы это наимно-то. А есть ли какие-то препараты аптечные, которые вам будут поддержать? Значит, вся главная идея, которую я пытался вам рассказать, что нахрен не нужны никакие препараты, что никакие препараты вам не помогут, что это чушь собачья. Это всё чушь собачья. И это неинтересно. Мне это неинтересно. И я понимаю прекрасно, что это... И главное, что я пытался вам сказать, что проблем не в химических веществах. Это дело случая. Стали его пить водку или в силу смены моды вы стали курить дрянь какую-то. Это дело случая. Я вам уже рассказал, что я 10 лет был детским, главным детским наркомом города. Там основная проблема была нюхание клея. Ну, клей нюхают, отравляют мозг. А ещё у них есть такая фишка сонной артерии пережать. Там вообще ничего нету. И это проблема. Потому что он нуждается в том, чтобы изменить своё сознание. И вот именно это стимулирует человека к тому, чтобы делать что-то. А то, что вы употребляете именно это химическое вещество, да какая разница-то нахрен? И я миллион видел наркоманов, которые стали алкоголиками. Я миллион видел алкоголиков, которые потом стали героинчиками. Это всё взаимосорчающие сосуды. Я всегда говорю, что в наркологии статистика проститутка. Это классика. И я вспоминал сегодня господина Иванова, когда ему нужно было отчитаться об успехах, он говорил, что у нас 2 миллиона наркоманов. Когда ему нужно много денег было получить, он говорил 8 миллионов. А был момент, когда он ляпнул 18 миллионов наркоманов. В интернете можно поискать. То есть в зависимости от ситуации он называл разные цифры. Официальная статистика в нашей стране строится на основе учётного контингента. Кто дошёл до врача, его взяли на галочку и посчитали в столбик. В мире она строится на популяционных исследованиях, в популяционных группах лонгитюдных, многолетних. И цифры интересны не абсолютные, а в сопоставлении. Такие деньги были выделены в 2008 году через ФСКН. И через Уральский университет были все украдены. То есть у нас не было таких исследований. И поэтому все цифры о том, сколько у нас алкоголиков и наркоманов, это учётный контингент, а не реальная оценка через социологию, которая очень дорого стоит на самом деле. А в нашей стране просто это не случилось. Что касается анонимных алкоголиков, то у вас есть служба обслуживания, которая в какой-то момент времени попыталась провести анализ вас самих. У меня есть этот результат. Насколько он достоверен? Ну, я не знаю. И мне это было не сильно важно. Но такая цифра и есть. Я не помню. Это было несколько лет тому назад. Они сами издали маленькую такую брошюрку, можно поискать. И сколько там людей... Это такая оценочная цифра в общих странах. Проститутка, кстати. Ну, нет, не нужно говорить проститутке. Да мне наплевать. Да мне наплевать. Всё, наплевать. Так, ответил. Да, я только что сейчас читал, кстати, исследования, которые связаны как раз с лечением с помощью психостимуляторов депрессии. Но дальше возникает тема, очень длинная тема, использование запрещенных веществ при каких-то патологиях. И любимая тема, которую мы сейчас обсуждаем, это использование производных каннабиса, каннабиноидов, да, при баронхиальной астме и так далее. И на самом деле это помогает, есть исследования. И это не проблема помощи каким-то больным с помощью этого вещества. Это проблема, моя любимая, наркополитики. И поэтому то, что происходит сейчас в Америке, это очень забавно. Вы разрешите я немножко про Америку? Про политику. Про политика. Разрешает. Ведь чудовищная совершенно вещь, которая произошла сейчас в нашей стране. Люди с антиамериканским мышлением делают всё, чтобы консервировать американскую наркополитику. Они этого не понимают. Они не понимают, что война с наркотиками – это продукт американского общества. да, понятно, что был там 35-й год, борьба с алкоголем, и надо было точно так же, как у нас в стране, вот всю эту компанию, которая боролась с алкоголем, задействовать, что-то им дать какой-то объем работы. И тогда появилась как раз борьба и с парихуаной в том числе. Но по-настоящему война с наркотиками началась в 70-м году. Да, я это Никсон. Но именно в 70-м он объявил… Да, в 70-м году он разыграл это как политическую карту. А в 72-м, а вы помните, была война во Вьетнаме, и это не конспирология. Есть фундаментальный труд, он у нас, кстати, есть на сайте. Анре Макрон, могу ошибаться? Нет, Макрон точно, абсолютно. В 70-м году он исследовал огромный труд, 500 страниц, что ЦРУ сознательно завозило в войска героин, и 15-25% солдат американских употребляли героин на войне вьетнамской. И потом они вернулись в Штаты, и это было чудовищно. Это был пипец полный. Это все исследовано. И тогда же одновременно господин Никсон разыграл эту карту как основную политическую карту своей политической судьбы. Борьба, война с наркотиками. И, собственно, оттуда вся эта фишка пошла. Там он две цели. Он пытался с черными бороться? Да, с черными, да. Черные там тоже присутствовали, да. Мы никого не обидели здесь. У нас нет здесь черных. Где его спиндоктор, который говорил, что мы придумали, чтобы показать черным и хиппи, что мы их сейчас все посадим, потому что они все были против Никсон, а вот это переизбрация. И их посадили. И сегодня Америка имеет самое большое тюремное население и в абсолютных, и в насильных цифрах. И при том, что они в некоторых штатах, я сейчас уже запутался, сколько там, 10-15, пытаются легализовать, в том числе с целью рекреационных марихуанов, федеральный тренд не изменился. У них больше двух миллионов людей сидит в тюрьмах. И это тоже обычные наркоманы в основном. Ничего не поменялось. И наши идиоты пытаются воспроизводить их политику, не понимая, что это американская политика. И это поразительно. Это поразительно. Ну, вот такое отступление. Я еще раз прошу прощения у вас. Отлично. Извините. Очень наболело. А можно ли к вопросу сейчас? К вопросу у... У меня действительно... У меня самое страшное, что представили, что, по-моему, ее песни читают после Крифорнии, и, наверное, или не сочувствуются. Реклама, что марихуана не совершенно не рекреационная цель. Ну, основном... Ну, там два или три штата уже и рекреация. Нет, я как раз слышу, что на том, что он не медицинских целей, это не как-то... Это был DC, да? И когда ты приезжаешь в DC, ты обнаружишь на все, на все города, висит реклама марихуана, и реклама, собственно говоря, изменения федерального закона законодательства, потому что это немножко по-другому устроено. Федеральное закона законодательство, его нельзя выключать просто, что изменится, централизованно его надо изменить через штат. Вот. И там, например, на всех этих полица моторах написано, почему его надо изменить. Скажем, значит, федерализация марихуаны в Сан-Франциско сообщается на такси в округе Коломия в Прямо-Дель-Перуту. Снизила смерти от кероина в Сан-Франциско-Дель-Перуту. Это очень забавная ситуация, потому что на самом деле сейчас там очень разные тренды, связанные с проблемой химической зависимости. Мы теперь хорошо знаем, детально изучили, как фармацевтическая фирма, есть фамилия этого лидера, лоббировала употребление опиатов в широкой терапевтической практике. Когда подкупались врачи, есть такое понятие ятрогенная наркомания, то есть наркомания, спровоцированная врачом. Да, понятно, когда мы попадаем в больницу, и у нас боль какая-то, и острое состояние, и вам сделали амнопон или пантопон, вы не становитесь наркоманом. И в этом смысле этот дядечка, который лекции публично читает, он прав совершенно, ТЭД, как его, вот, ну, неважно. Но если вам регулярно выписывают опиаты, а у вас есть еще проблемы психологические и социальные, а врач вам говорит, да, у тебя болит жопа, кушай этот препарат, то ты становишься наркоманом. И сегодня мы имеем в Америке чудовищную эпидемию опийной зависимости, спровоцированную абсолютно коррупционным механизмом сращивания фармацевтической промышленности и медицины. Это одна песня. И это в некоторых штатах. В некоторых штатах мы наблюдаем вот эти процессы, связанные с марихуаной. И на самом деле, и в это я верю, я научные исследования успел уже почитать на эту тему. Понятно, что есть страны, где больше опыт на эту тему. Но там очень интересное сопоставление. Выросли ли употребления подростков? Нет. Подростки не стали больше употреблять. Поэтому основной дополнительный приток это молодежь должна быть. А они не стали больше употреблять. И понятно, что в этой ситуации фактически, да, конечно, марихуана стала альтернативой тяжелым наркотикам. Это понятно. То есть медицинским опять? Типа этого, да, в какой-то степени. Но у нас есть замечательные страны. Мы просто с вами вспомнили эту самую незамечательную страну, с моей точки зрения. А есть замечательные страны. Португалия. Не Голландия, как любят все время обсуждать у нас. Португалия. В 2000 году она была абсолютно погружена во мрак наркотический. Просто в ноль. 2000 год. Прошло-то всего ничего. И вот эта политика снижения спроса, системная, где мощнейшая помощь людям зависимым, сознательная, причем социальных проблем, разговоры, что с помощью денег, вот если все будут хорошо жить, то никто не будет употреблять наркотики. Хрена лысого. Наркотики любят деньги. И наркотики приходят там, где есть деньги. И в России наркотики пришли в Москву, Петербург, Ханты-Мансийск, там, где есть деньги, за которые платить. Понятно, что конкретный человек начинает регулярно употреблять, потому что у него есть индивидуальные проблемы. Но с точки зрения социума, деньги – это важный фактор эпидемии наркотической. И мы знаем, Португалия не стала сильно хорошо жить. Там продолжаются проблемы экономические и так далее. Но именно в силу того, что там системная политика снижения спроса… А что такое политика снижения спроса? Я пытался рассказать… Можно рассказать? Да, можно, можно. Я сейчас открою эти три тома и начну их зачитывать. Да. Так вот, тем не менее, вот это продукт моей жизнедеятельности. Вот три уровня профилактики. Позитивное большинство. Как научить ребенка уважать собственные границы? Это технология. Я ее знаю, и мы ее реализуем во многих регионах. Не в Париже, в Ставрополе, например, или еще где-то. Как научить ребенка уважать границы личности? Я не буду сейчас рассказывать вам. Целый том написан. Вторичный профилактик. Снижение уровня насилия в обществе. Сокращение тюремного населения. Вот я стал заниматься этой чертовой ювенальной юстицией, за которой меня обосрали с ног до головы. Но люди с ума сошли. Причем изначально этот конфликт был связан как раз с людьми, которые сознательно говорили, что детей надо бить. Шишова, Медведева и так далее. Это философия. И там был конфликт философский. Потом уже эти люди стали разыгрывать карту ювенальной юстиции придет и заберет вашего ребенка из семьи. Но это было потом. А я занимался тюремным населением детским. И я сейчас с гордостью вам скажу. Когда мы начали этот процесс, было 27 тысяч у нас тюремное детское население. Сейчас у нас 1300. 1300. Это результат изменения поведения суда. Это результат того, что мы сформулировали постановление пленного Верховного суда от 2011 года. Специализация суда. Специализация судебной процедуры. Суд делает вывод. Да, не ювенальный. Не случился у нас. Делает вывод, почему этот ребенок совершил правонарушение. Ну и КСДАТ. Тритичная профилактика. Эффективные реабилитационные программы. То, что мы с вами сейчас так мучительно обсасываем и пытаемся понять, что здесь можно сделать, а чего нельзя. Вот лекарственных препаратов придумать нельзя. А позитивную систему отношений, которая будет обеспечивать осмысление человека, зависимого, как ему жить с этой зависимостью, можно. И это происходит на наших глазах. Да, пожалуйста. Скажите, вот человек уже сам справился, он на себя собственно не создал. Он не создает. Он уже создан. То он прийти должен туда. Если просто выбирать коммерческий и коммерческий, государственный куда-нибудь идти. Это тупик. И второй момент. Есть родственники. Они бесполезны, я так понимаю, чтобы они вели человека и как удовольствоваться. То есть он должен сделать сначала сам выбор, после того, как сильно расшибется, сильно упадет, правильно? Когда дойдет до своего дна. Так это формулируется. Вот когда ему пора, какие координаты ему дают? Ну, мне просто ответить на вопрос в отношении Москвы. Я уже назвал этот телефон замечательный, удивительный. Я не группа, я не помню. Не группа, я не помню. Мои сотрудники, люди, имеющие опыт собственного употребления, потрясающие мотиваторы. И по этому же телефону, который вы уже записали, это телефон моего учреждения, не мой личный. Если вы думаете, что это мой домашний телефон, вы ошибаетесь. Это телефон моей службы, который я создавал многие годы. И там, кроме информации о группах самопомощи, если человек не готов идти в группу самопомощи, можно записаться на очную консультацию. И это не врач. И даже не психолог. Бесплатные. Это тот самый консультант. Название, которое существует... А что дальше? Консультации какие? Вы задаете вопрос, на который вы можете получить ответ на консультации. У нас в стране в отсутствии заместительной терапии. Видим ли мы какие-либо иные пути привлечения потребителей в поле зрения медицины, поддержания их на терротровирусной терапии, привлечения их с целью тестирования, выявления и так далее. Потому что мы все понимаем, что если мы этого не сделаем именно в этой самой благочисленной группе, эпидемия не остановится. Вот у меня такую вопрос. Нет, ну в вашем вопросе есть ответ. Самое эффективное в отношении инъекционных наркотиков это заместитель терапии, это весь мир уже знает. И если мы... А это вопрос политики. Если мы политически примем другое решение, прекратим издеваться над здравым смыслом, то, естественно, эта технология будет... Мы издеваемся над здравым смыслом. И как нам в ситуациях издевательства над здравым смыслом... Прекратить издеваться. Ну я же не Путин, что вы на нас смотрите, осуществляете. Ну вы авторитетный человек. Да и вы тоже авторитетный человек. Давайте мы вдвоем об этом еще расскажем. Мы об этом втроем и в десятером. Но как вы, дядя Витя Иванов, все время говорите... Слушайте, если у нас в Беларуси есть заместитель терапии, если у нас блестящая заместитель терапии есть в Казахстане, мы что, глупее их, что ли? Нет умнее. Поэтому для Девятия Иванов ходил к Владимиру Путину... Иванов рассосался, если вы заметили. Как черяг на заднице, его нет уже, все, проехали. А заместитель терапии нет вместе с ним. А вот заместитель терапии мы можем сейчас обсуждать и обязаны. Мы обсуждаем ее. И сделать так, чтобы через год она была. Давайте договоримся. Я все время про нее говорю. Во всех людях... Я говорю... Вы говорите, что говорите. Хорошо. Вы меня сейчас провоцируете на какой-то текст бюрократический, который не сильно будет интерес аудитории. После того, как сдулся ФСКН, возникла тема, как формируется наркополитика в нашей стране. У нас есть Государственный антинаркотический комитет. Он делался ФСКН под себя для того, чтобы вышибать копейку. Но это надведомственный орган. Сегодня туда входят только чиновники. Я сейчас делаю все, чтобы там появился экспертный ресурс. МВД абсолютно наплевать на наркополитику. Колокольцеву поперек горла эта наркополитика. Позавчера появился законопроект МВДшный, который прописывает, что Минздрав должен заниматься... То есть то, что ФСКН выставлял все время локти и отжимал, сегодня в этом законопроекте прописывается как необходимый... Вы читали, может быть, даже этот законопроект. Позавчера он появился. Поэтому тема Минздрава как организатора процесса – это бюрократический вопрос, который мы можем и решим сейчас. Там выбора другого нет. У Минздрава другого выбора нет. Потому что госпожа Скворцова прогибалась под Иванова, под ведомство другое. Им было выгодно это. Сейчас этого ведомства нет. Сейчас изменилась игра бюрократическая. У нас не просто есть шанс, а мы им воспользуемся. Только с такой скоростью только. И понятно, что тема заместителей терапии зашита во весь круг этих проблем. Она ведь не с балды обгаживалась. ФСКН. Потому что им не нужно было это нафиг. А во всем цивилизованном мире именно здравоохранение реализует эти программы и лоббирует. А у нас здравоохранение рассказывает байку про то, что это наркопоёк. Понимаете? Потому что им деваться было некуда. Они должны были подстроиться. Они мимикрировали под ту агрессию бюрократическую, которая происходила годами. Сейчас ситуация поменялась. И если мы добьёмся того, что ГАК, который не нужен, ещё раз повторяю, Колокольцеву, и понятно почему, да, он занимается только пресечением оборота. У него есть правительственная комиссия по профилактике правонарушений, в которую я тоже, кстати, входил когда-то. И это частный вопрос этой комиссии. А тут отдельная конторка целая. И когда ему передавали функции ФСКН, он ходил в администрацию и пытался этот ГАК закрыть нахрен. Не получилось. ГАК есть. И ГАК выдаёт до сих пор глупости всякие, потому что они не знают, чем заниматься. Поэтому тема переформатирования этого ГАКа, создания условий, чтобы вопросы готовились экспертами, и решение этих вопросов готовилось экспертами, это ключевая бюрократическая задача, которую мы сейчас прямо решаем. Мучительно, сложно, но решаем. Есть прелюдия такая вот, почти эротическая, между МВД и Минздравом. И уж кто там кого-то поимеет. Вот сейчас мы это увидим. Так. Всё, нет вопросов? Да. Если мы говорим о алкогольной зависимости, я так понимаю, что основное, что все говорили, это какие-то группы, и ещё первое, что мы разговариваем на это, алкогольная зависимость, пишут, это кодирование, естественно. Это я рассказал. А вы поздно пришли, наверное. Я рассказывал про кодирование. Да, я говорю, первое, что выдаёте, это кодирование, и второе, это какие-то... Капельки. Нет, не капельки, а с психологами вводится этот бутнот, что там говорят, и всё. То есть такое уникальное решение. Это что, это действительно каким-то образом можно помочь, или это какое-то шелоканство? Тогда я уже закончу эту тему. На каком-то этапе мои коллеги, это врачи, даже профессора, почувствовали запах денег, стали изобретать чёрт знает что. В Петербурге, в Институте мозга, это официальное заведение, придумали вымораживать кусочек мозга, краневоцеребральная гипотермия. И если бы они хотя бы, суки, делали вид, что вымораживали, они реально это делали, потому что потом абсцесс возникал. То есть мы лягушки такие, у нас там в центре удовольствия, и была прокуратура, был суд, два человека погибло от абсцесса, они продолжают это делать за большие деньги. В Новосибирске там сразу два метода. Один профессор придумал поркотерапию. Я не оговорился. Поркотерапия. Потому что если в каком-то ритме, по филейным частям, то тут же тебе дофамин, эндорфины, энкефалины, научная работа. Профессор поркотерапия. И там же придумали кипятить наркоманов и алкоголиков. Гипертермия до 43 градусов под общим наркозом. Скипятили, и он духовно начал развиваться. Всё. Значит, бросьте читать советские газеты после обеда. Не читайте вы интернет про это. Всё это чушь собачья. Кроме жлобства и желания заработать, ничего там нет. Вообще ничего. Просто ничего. Мы возвращаемся к личности и её способности найти ресурсы, резилиентность. Если мы говорим о человеке, который в этих механизмах не сломался. Да. Значит, он должен войти в мир выздоровления. Он должен войти в мир выздоровления. Вход туда. Он готов войти и он... Он идёт, пожалуйста, и входит. Это бесплатно. Это требует только мобилизации собственных душевных сил. И всё. Там ничего другого нет. Соответственно, это очень просто и очень правильный. Но мир выздоровления, вход в него, может быть, через профессию, через наркологическую. Просто когда мы говорим, и вы сейчас посвятили на некоторое количество минут, совершенно правильному правилу правиле государства, потому что здесь обязательная консенсивная копия, как говорится, она нужна для тех... В том числе. Которые не готовы... Которые не готовы... Которые не готовы... Абсолютно, абсолютно. И для людей, судя по статистике, которые вы считаете, лучше даже не говорить, процентов, как минимум, 90%. Проститутка. А алкоголик, который не готовы говорить в стадочном мир выздоровлении, если как-то... Спиться и сдохнуть. Спиться и сдохнуть. Так. Я поддерживаю, что это будет. А что? Тогда в мир выздоровления. Да, ну вот одно решение. Мы люди. Мы люди. Вы не понимаете. У нас нет другого ресурса, кроме нас самих. У нас нет другого ресурса, и быть его не может. И никакие капельки, или какая-то хрень не может изменить природу человека, примириться с самим собой. Нет другого выхода. Надо быть идиотом, чтобы предположить, что с помощью колми есть такой препарат. Можно изменить стандарты мышления и поведения, нравственные ценности и возможность понять себя в этом мире, зачем ты живешь. И то, что я должен был сказать, может быть, вначале. Значительная часть моих сотрудников считают, что для них их алкоголизм и их наркомания – это подарок судьбы. Подарок. Потому что это повод понять себя и понять, зачем ты родился в этом мире. Потому что для многих этот вопрос не возникает. И он так и сдох, и все. А мы – это секрет, никому не говорите. Все сдохнем. Абсолютно. Потому что возникает кризис, который человек должен преодолеть. И наркомания – это проявление этого кризиса. И меня очень часто спрашивали полиционеры, которые приходили к моему вполне себе государственному учреждению, когда собираются группы Н.А. А они у меня там регулярно собираются. И они приезжают на огромных тачках таких вот. Милиционеры? Нет, наркоманы. А милиционеры спрашивают. Они, наверное, наркотиками торгуют, почему они... Так вот, наркоман имеет определенные особенности биохимические. Определенный уровень дофамина. И именно эта биохимия, если очень примитивно это обсуждать, провоцирует его на поиск. На поиск себя в этом мире, на поиск каких-то решений вопросов. И иногда этот поиск его заводят в употребление. Но душа-то требует. Что-то делать надо. Но сам этот уровень дофаминовый, когда человек прекращает употреблять, начинает его провоцировать на поиск альтернатив. И эти люди очень инициативные, очень эргичные. Они прекрасные бизнесмены. Это элита общества. Выздороживающий наркоман – это элита. Хорошая мысль. Можно просто иметь уровень дофамина хороший и все, и реализоваться в этом мире. Может быть, это и есть выход, сказать? Эти гормоны, ребята, вам не хорошо. К сожалению, этот процесс эндогенный и путем потребления пероз ничего не случится. Просто через задницу все вылится и все. Да, пожалуйста. Человеку с легендованной сексуальной ледитацией очень тяжело зарадовать. Почему? Почему? Я не понимаю, кстати. Но это ваша. И у меня огромное количество пациентов. Человеку тяжелее, чем гетеросексуальный. Почему? Потому что стигма. Так это стигма. Это как раз тот контекст. Это существует у нас здесь, например. Абсолютно. Он сексуал. И когда появилась... Нет, это опыт ваших групп, которые вы посещали. Это понятно. И я понимаю, что это общий контекст, который существует в нашем государстве. Но мы уже поговорили о стигматизации. И это проблема. А то, что гомосексуальная ориентация является стигмой, и человеку трудно быть честным, ведь я это пять раз, по-моему, сказал сегодня. Главное, что в этом процессе происходит, это выстраивание очень честных отношений с собой и с окружающим миром. А тут проблема. И тут, честно, очень трудно. Потому что ты знаешь, что в этой аудитории сразу возникнут не те эмоции, которые ты хочешь вызвать у него. Понятно, что это проблема. Вот. То есть вы сами же ответили на собственный вопрос. При этом вот эта дифференциация... Ведь вот что мы видим в мире, и в Америке, и не в Америке... Вопрос самоидентификации приводит к тому, что при позитивном отношении со стороны общества есть группы по профессиональной направленности. Врачи, полицейские. Я посещал в Америке революционный центр для священников. Это к вопросу о том, можно ли с помощью религии излечиться. Нельзя. Это бред. И те алкоголики, православные священники, которые общались со мной, тому лишнее подтверждение. Потому что нельзя путать выздоровление и выцерковление. Это разные процессы. При том, что у меня есть очень близкий мой друг Юмин Иоанна Займовский. Это умница. Книжки пишет. Гениальный человек создал, кстати, программу Метаноя при Даниловом монастыре. Потому что есть люди, которые хотят общаться с себе подобными. И если они хотят общаться с православными, ну пусть они общаются с православными. Если они хотят общаться с ВИЧ+, я пытался об этом рассказать, потому что это большая проблема. Когда у наркомана ВИЧ-инфекция, и он не может удержаться в обычной группе Инеевской. Там другая атмосфера психологическая. И пусть объединяются гомосексуалисты, полицейские, кто хотите. В зависимости от особенностей восприятия себя в этом мире. Но для этого этот мир должен развиваться. И он уже развивается. Ровно это я пытался сказать. Что мы сегодня пришли к новому качеству развития этого мира. Когда это уже не анекдот про анонимных алкоголиков. А когда понимание со стороны общества, что любая проблема, которая актуальна для общества, может решаться через общение с себе подобными. И я сейчас сталкиваюсь с группами, я не понимаю, недополучающие зарплату. Группа. Как группа самой помощи. Я понимаю, анонимные должники. Это старая песня. И понятно, финансы. А эти, чем отличаются анонимные эмоционалы от анонимных депрессивных, хрен их знает. Я психиатр. Я не понимаю. Но они понимают. Они понимают, потому что они по-другому себя воспринимают. А под Новый год ко мне пришла группа анонимных семей. А я всегда был против того, чтобы они... В кучу. В алкоголизм. Да. Ну, конечно, в вашей голове возникли абсолютно пошлые только мысли. А я как раз сразу понял, что идёт речь о том, что это мамы и отцы, у которых дети страдают алкоголизмом, а они, как семья, созависимые, они это понимают, но уходят вместе. Когда нужно задавиться. Вот так они себя самооценили. И такая группа, и она, по-моему, даже не одна. Анонимные семьи. Хотя при этом мы много раз говорили о том, что выздоровление зависимых и созависимых в одной и той же группе невозможно. Это разные состояния и разные психологические контексты. С чем это тайное? А, про Зеленского. Я не знаю. Ну, мы можем, мы можем. Мне очень понравилось, он сказал. С чем это тайное? Нет. Это его так обвинили. Он сказал на своей пресс-конференции, что мы можем. И все. На этом точка. Не надо. Продолжайте в своей голове эту мысль. И все. Кто? Не знаю. Это как про этого самого про Ельцина. Я с ней не кололся. Я с ней не кололся. Я ни с кем не кололся. Я не наркоман. Ну что, а у нас есть еще, друзья? Если нет вопросов, давайте мы даем о том, что мы будем делать. А это вам. Читайте на ночь. Очень хорошо успокаивает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова